Возобновление сезона, теплая погода и черноземное дерби в конце рабочей недели лучшего дня для посещения футбола сложно себе представить. Единственный минус и огорчение для липецких болельщиков только то, что команды из Воронежа и Липецка на данный момент решают разные задачи. Факел стремится в футбольную национальную лигу, а Металлургу и место в пятерке за радость. Поэтому и ожидания от оставшейся части сезона у липчан хоть и оптимистичны, но не без доли скептицизма. Чтобы в следующий сезон старались не в пятерку попасть, а в первую лигу. Естественно, подняться повыше в таблице. О первом месте, конечно, речи не идет, но хотя бы в тройке оказаться. Возрождать надо. Если мы не возродим, то и Россия будет падать, потому что футбол делает и политику, и все остальное. Несмотря на все обстоятельства, любой матч между этими соперниками принципиальный с определенным неслабым накалом борьбы. Яркая демонстрация тому прошедшей встречи, хотя поначалу внимание болельщиков привлекало не столько то, что происходило на стадионе, сколько около. Не подоспевшие к началу матча воронежские фанаты будто факелоносцы прошлись по городу, взрывая петарды и размахивая фаерами. Внимание к игре вспыхнуло с новой силой во второй половине первого тайма. Сначала Дмитрий Картава едва не открыл счет в матче, перебрасывая вратаря. На выручку пришел защитник, а вот в этом моменте спасти свои ворота не смогли ни защитники, ни вратарь. Металлург подал штрафной, гости вроде бы отбились, но вовремя подоспевший надбивание Харин сумел унести удар в итоге рикошет и мяч в сетке 1-0. С таким счетом команды ушли на перерыв. Если брать содержание игры в первом тайме нашей команды, то я крайне недоволен содержанием. Слабый контроль мяча был, минимум созданных моментов, но при их практически это не было в первом тайме. Второй тайм воронежцы начали агрессивнее, раз за разом делая опасные выпады на ворота хозяев. Результат ответный гол, один в один, как забитый Металлургом. Подача со штрафного, добивание, но вместо рикошета умелые действия игрока воронежской команды Алексея Ревякина. 1-1 и радости воронежской торсиды нет предела. В оставшееся до финального свистка время команды имели шансы выйти вперед. Например, самый явный у Металлурга вот этот момент. Картава подбирает мяч, убегает в контратаку, отдает на Еремеева и тот, разобравшись с защитником, бьет поворотом. Немного выше перекладин. В итоге ничья 1-1 и этот результат продолжает приятную для Металлурга традицию. Факел в Липецке не побеждает уже на протяжении 17 лет. Второй тайм уже более-менее приспособились к газону и по содержанию лучше намного была игра. Считаю результат в данный момент закономерный. Своих ребят настраивал, поблагодарил их после игры за характер, за самодачу. Очень расстроены, что не смогли победить, но это футбол. Металлург после этой игры остался на пятом месте в турнирной таблице, а следующая игра на выезде 17 апреля против Подольского Витязя.